Я хотела сказать, что перед тем, как я приступлю к какой-то словесной части, я хотела показать небольшое вступление к своей защите, которое тоже уложится в эти 5 минут. Ну, я как бы уже поняла, учусь в этом классе, вернее, уже нет. Ну, собственно говоря, я не знаю, зачем меня здесь посадили. Видимо, нужно сказать какой-то анекдот. Ну, вот тут человек напротив кивает, но я не знаю анекдота. Поэтому я все-таки надеюсь. Кто здесь выходит? А, ну тогда, к этому времени-то я уже закончила. Может быть, я тут буду стоять перед вами с камерой. Так что посмотрим. Ну, возможно, этого хватит, то, что я уже вам сказала. Вика, передаю всем огромнейший привет. И все. В общем. Все, это не накладка, так задумано. Мне 20 лет, и я не знаю, кем стану, когда вырасту. Я снимаю комнату в Екатеринбурге, и моя мама называет этот город столицей Урала. Вообще-то его все так называют, но моя мама с особенным постоянством. В большом городе жить хорошо, здесь есть все условия, но я ничего не делаю. Иногда мне хочется вернуться обратно к родителям, в маленький город, потому что в большом городе всегда есть конкуренция, а здесь, здесь и людей-то нет. Виктор, я попередаю всем огромнейший привет. И все. Я не могу сказать, что я совсем взрослая, но некоторые вещи я уже понимаю и делаю по-другому. Мечтаю открыть свое маленькое дело. Вернуться в школу я бы не хотела, но хотелось бы встретиться и повспоминать школьные годы. Я живу в сосерде, рядом с моими родственниками, друзьями. Пока нет желания жить где-то в другом городе, но все может измениться. Нет, это я, Жгурат Сан Саныч. Вот. Это последний звонок, последние дни в школе, которые мы здесь проводим. Конечно, хочется, чтобы все сдали экзаменом успешно, все куда-то поступили. Вот. В ближайшем будущем, ну, постараюсь куда-нибудь поступить, заняться музыкой, конечно, бульбиндингом дальше заниматься. Вот. Ну, желаю успехов всем. Также, как и всегда, собираться всем вместе, веселиться, гулять. Вот. Все. Через 24 дня я вернусь домой из армии. Я в Березовском бункере живу. Боевое дежурство каждый день. Но у нас это ВВС ПВО, противовоздушная оборона. В любую секунду могут готовность въебать. Мы живем в лесу, в бункере, короче. Сначала в учебке был, в Ярославле. Учился на оператора, заряжающей машины. Ракет заряжать учились. А тут научили на коммундаторе работать. Я так тоже привык, каждый день одно и то же. Дома я хочу. Простите за небольшой сумбур. В общем, хочу сказать спасибо актерам станического театра «Люди ТЭФ», которые сейчас выступили перед вами. И, наверное, нужно расставить все точки над «И». Я представляю документальный проект, который называется... Ну, если прочитать его в одном варианте, он называется «Огород», а если в другом варианте, он называется «Огород». Вот такая моя прекрасная задумка. И то, что вы видели сейчас, это сняла не я. Это хроника, которая была снята оператором, которого заказывали вот в нашем классе, когда мы выпускались из 11-го класса. И если коротко сказать о сюжете, то я бы хотела снять фильм о своих четырех одноклассниках. И, возможно, я бы тоже стала героем фильма, так как история все-таки частичная и обо мне. Фильм предназначен для, на самом деле, не очень большой аудитории. Я бы хотела, чтобы его смотрели ученики таких вот подобных маленьких городков, где бы они видели, например, на примере людей, что можно быть не очень известным в классе, но потом добиться успеха. Или же, наоборот, быть звездой, но на примере этих людей понять, что, в общем-то, успех, он тоже мимолетен. И мне бы хотелось разобрать в этом фильме проблему. Она у меня сформулирована, сейчас я ее озвучу. Вот есть такое выражение, что не место делает человека, а человек — место. И вот мне как раз хотелось бы немного как-то погрузиться в эту фразу и понять, правда ли, что, ну, неважно, где ты вырос, где ты живешь, и, может быть, это и на самом деле никак не влияет на тебя, на твой характер и поведение. Простите. Ну вот, на самом деле, мне кажется, что пять минут прошло, и я могу ответить на вопрос.